всем привет дорогие друзья с вами снова крюга тв не знаю почему но вы попросили меня сделать чуть более подробное видео по разведке как она конкретно работает и какие плюсы вам дает я в это дело копнул там на самом деле все несложно но раз вы попросили то давайте займемся плюс эта механика танки от нас никуда не денутся почему механики должны оставаться неизвестными да это странно короче объясняю сначала механику а потом мы уже перейдем к обзорам танков они не уедут собственно по разведке здесь вроде бы все более менее понятно написано но давайте еще раз перечитаем вникнем суть потом покажу на примере как это работает и выскажу пару своих мыслей то есть что нужно у легких танков появилась кнопка на вот у меня появилась кнопка в английской в которая загогулина на нее соответственно будет нажимать для того чтобы провести разведку как это работает в аркаде вы просто выделяете цель и нажимаете кнопку все в течение 30 секунд эта цель никогда не пропадет она всегда будет видна вам ну и вашим союзник всем вот это будет как маркер самой техники так и на миникарте соответственно в реалистичном режиме работает несколько не так вы можете разведать цель только находясь в снайперском или в бинокле то есть вот так просто вы навелись да на нее но не перешли в эти режимы нет разведка работать не будет вы перешли в снайперский навелись на цель нажали в все разведка пошла в течение 30 секунд на техникой противника каждый там несколько секунд будет показываться красный маркер обозначение где эта техника находилась вот примерно ну достаточно близко к ней самой ну и соответственно это как бы будет она тык 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 будет вот техника двигается соответственно стрелка будет по чуть-чуть смещаться это надо техникой самой вот как это работает теперь давайте перейдем к практике собственно что мы видим на практике я не пытаюсь там стрелять я вот выехал на своем великолепном амксе сс-11 и оп вижу и со четвертого нажим на ложусь на него нажимая кнопку в предварительно переключивший снайперский режим или в бинокль тут неважно я и так и так буду делать и написано разведка произведена вот ваша награда есть только одна маленькая проблема маленький вопрос это знаете как похоже на награду когда ты пошел и навешал пиаторов каким-нибудь там агрессивным хироборический не эпическим космическим лисом целому выводку бурятских метадонов птеродактилей приносишь к выставателю их мошонки и диафрагмы он тебе такой улыбай за это вручает пять медных монет и пытается еще послать там отхероборить стаю каких-нибудь камнетесов говнородных срезать них рога чтобы еще там пять монет за них заплатить да пошел ты нахер с такой торговлей старый мудак я в рот эту всю систему топтал лучше брюхонугих кривопал выводок бы истребил и сдал их там по сто золотых на аукционе короче награда за разведку просто никакая двести десять орлов двести десять кошаков это вообще что это плевок в лицо то есть механика появилась но объективно никакой мотивации и использовать нет она максимум полезного взводах а вот так ты сто раз подумаешь взять стрельнуть в борт и су четвертому там птуром или еще чем уничтожить его и получить за это и опыт и деньги либо подсветить его союзникам то есть это настолько бесполезно на данный момент что ж плакать хочется ну вы вводите фишку вы придумали как она должна работать она работает но она не нужна игрокам кто будет ей пользоваться если вы ее не вознаграждаете и то есть я-то рассчитывал я еще не знал как она конкретно работает когда они рассказывал и как за нее платят я просто предполагал ну думал что можно будет как-то так даже прокачиваться а нет это вообще не про прокачку это даже не про фарм денег здесь дают кроши просто крайне мало это это неправильно я надеюсь что эту ситуацию будут править чтобы игрок который хочет светить он мог брать и светить и получать за это и опыт и деньги игрок который дает информацию своей команде не менее ценен чем игрок который уничтожает сам ну по крайней мере это в каких-то соотношениях точно должно быть но не в день не в сотни не в десятки раз ну давайте за разведку там я не знаю в три раза меньше одной техники чем за убийство до условно говоря а сейчас это вообще ничего не значит это по сути бесполезная кнопка которой пользоваться не будут ввиду отсутствия мотивации проще убить самому как-нибудь обойти там в задницу все равно тебя враг не видит вот чем брать и кому-то там показывать это все у меня все по поводу механики я надеюсь вы понимаете как она работает теперь и что за нее вам присвоено пишите свои мнения в комментариях не забывайте поставить палец вверх если видос был для вас полезен и всем пока пока